Физкульт привет! Дорогие садоводы-огородники, подписчики моего канала. Сейчас середина февраля, подошло время к высаживанию рассады перца. Это для тех, кто перец собирается сажать в теплицу. Для тех же, кто перец выращивает в открытом грунте, то стоит немножко подождать и высадить рассаду перца в марте. Итак, я буду проращивать семена перца таким способом, в общем, в скрутке. Или этот способ еще изначально называется способ Керимова. Его способ по-московски еще называется. То есть проращивание семян с помощью целлофана и туалетной бумаги. И еще раз повторяю, это не способ выращивания рассады. Это способ проращивания семян для дальнейшей высадки рассады. Итак, что потребуется для того, чтобы воспользоваться этим способом и вырастить хорошую рассаду? Вам потребуются целлофановые пакеты. Ну вот у меня вот такого плана. Я оторвал два пакетика. Так, семена сейчас покажу вам. Я буду высаживать перец. Вот у меня в таком вот пакетике с застежкой хранится перец собранный. Семена перца собраны со своих, ну, свои семена, в общем, из плодов перца, которые я сам вырастил. Вот очень удобно, кстати, хранить в таких вот пакетиках. Я вам советую. Итак, значит, что потребуется? Потребуется туалетная бумага, желательно такая, довольно-таки плотная, может быть, двухслойная даже. Раскатываем туалетную бумагу по размеру пакетика. Вот, вот таким способом. Да, вам потребуется еще опрыскиватель. Вот у меня вот такой вот маленький опрыскиватель. Значит, здесь налита теплая вода. Не горячая, не кипяток. Обычная теплая вода, градусов, наверное, около, может быть, 30 или 40. Желательно в воду добавить немножко стимулятора роста, потому что вот в моем случае я буду сеять сухими семенами. Я их никак не готовил специально для проращивания, то есть не замачивал, не обрабатывал, ничего с ним не делал. И чтобы простимулировать их к быстрейшему пробуждению, я применю вот такой вот стимулятор роста Экогель. Значит, ну на такой объем, здесь где-то около 500 миллилитров, пол-литра воды, здесь нужно совсем капелька. Сначала его надо хорошо встряхнуть. Этот стимулятор роста, он довольно такой густоватый, не как Эпин. Можно, кстати, воспользоваться и Пином, или другим каким-то стимулятором. Ну, вот я в данном случае воспользуюсь вот этим. Я беру совсем чуть-чуть, прям буквально капельку. Вот несколько капелек туда капнул. Пять капель. Этого вполне достаточно. Хорошо размешиваем. И опрыскиваем. И опрыскиваем туалетную бумагу. Сразу же положу здесь второй слой, нижний. Вот таким вот образом. Хорошо увлажняем. Дальше беру семена перца. И начинаю их аккуратно раскладывать на туалетной бумаге. Вот таким вот образом. Где-то примерно через 2-3 сантиметра семечка от семечки. И где-то от верха, от верха будущие скрутки, где-то тоже сантиметра 2-3. Итак, семена я все разложил. Еще немного опрыскаю водой. И сверху я еще накрою одним слоем туалетной бумаги эти семена. Вот так. Я делаю это для того, чтобы при скручивании семена не сбились из первоначального своего положения. Еще раз смачиваю. И можно снизу тоже слой положить. Это лишним не будет. Ну вот и все. Теперь надо аккуратно скрутить крутку. Вот так я сильно не нажимаю. Все. Получается вот такая вот скруточка. Вот здесь сбоку вы можете маркером перманентным написать название сорта, чтобы не перепутать. Далее эту скруточку надо поместить либо в стаканчик, у меня баночка с водой такая, вот так вот. Вот эта водичка будет подниматься по туалетной бумаге и все время ее увлажнять. Так что поэтому и семена будут все время во влажном состоянии находиться. Также для улучшения влажности можно сверху одеть такой же целлофановый пакетик сюда. Но я обычно этого не делаю. В принципе и так хватает. То есть вот таким вот способом. Вот примерно вот так вот. Вот таким способом. Вот эту баночку с водой надо поставить в теплое место. Не обязательно светлое, но главное, чтобы температура была хотя бы минимум 25 градусов. Тогда семена очень быстро проклюнутся. Буквально там через 3-5 дней, через неделю семена должны появиться. После того, как появятся ростки и будут уже зеленые листики видны, эту скрутку надо поставить на светлое место, на подоконник. То есть ей не надо уже такое тепло, а нужен свет. Чем больше цвета, тем лучше. Температуру уже можно снизить до 18 градусов. После этого, когда у вас появятся настоящие семидольные листочки, то есть семена раскроются, можно будет эти семена уже распекировать непосредственно в емкости, в которых вы будете выращивать перцы. Ну, пока ставлю это в теплое место и буду ждать прорастания семян. На этом пока все. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok